28 мая выпускники 11 классов сдавали ЕГЭ по русскому языку. В регионе в этом году работают 57 экзаменационных пунктов, 14 из которых в областной столице. На одном из них побывала Анастасия Новичкова. ЕГЭ по русскому языку — одно из сложных испытаний, которые нужно пройти каждому выпускнику. Этот экзамен наряду с математикой входит в число обязательных предметов, без которых ученик не может получить аттестат об окончании школы. Никита Жоров готовился к экзамену основательно, но, несмотря на подготовку, всё равно испытывает волнение. Никита хочет стать метеорологом, так как ему всегда нравилось изучать стихии и наблюдать за изменениями погодных условий. Очень переживаю. Готовился сам, без репетитора. Решал варианты просто на уроках. Да, Инчон подошла к подготовке к экзамену очень ответственно, так как выбрала для себя профессию лингвиста. А это значит, что великий и могучий русский язык нужно знать очень хорошо. Русский язык мой первый экзамен, поэтому я очень сильно нервничаю. Я не знаю, даже перед экзаменом чувствую, что я вообще не готова, хотя я готовилась достаточно усердно. Опиралась на материалы, которые нам давал наш учитель по русскому языку. Ну и, конечно же, я готовилась с репетитором. И готовилась дома одна, повторяла все материалы и решала варианты, пробки и так далее. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, совсем скоро ребята вступят во взрослую жизнь и будут идти новым интересным путем. Ведь у них есть все, чтобы стать настоящими гражданами России и гордостью Тверской области. Структуру экзамена по русскому языку можно назвать стандартной. Он состоит из двух частей. Первый блок включает в себя 26 вопросов с кратким ответом, которые могут принести 29 первичных баллов. Вторая часть включает в себя написание сочинения на одну из указанных тем. По сравнению с прошлым годом, здесь немножко изменились формулировки 13 и 14 задания. Изменилась критерия оценивания по 8 и 26. И изменены требования к написанию сочинения. В задании 27 четко прописано, что сочинение должно включать в себя жизненный, историко-культурный или читательский опыт. Что же касается максимального первичного балла, то он снизился с 54 до 50 баллов. Результаты экзамена станут известны 14 июня. Апелляцию можно будет подать в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов.